Дмитрий Агишев Дмитрий Агишев Дочебанк Дочебанк действительно очень большая организация Но описать я могу В пяти предложениях Дочебанк это 30 миллионов клиентов В 74 странах мира Это около 100 тысяч сотрудников Более половины из которых работают За пределами Германии Что позволяет нам говорить Что Дочебанк это международная организация Дочебанк это Около 60 тысяч произведений Современного искусства Что составляет самую большую И важную на сегодняшний день Корпоративную коллекцию Современного искусства в мире Дочебанк это Около 80 миллионов евро Которые мы инвестировали в программу Корпоративной социальной ответственности В прошлом году И Дочебанк в России это более 130 лет Мы пришли в Россию в 1881 году Так что Дочебанк это один из самых старых брендов На российском рынке сегодня Да, но это не отменяет того Что он не розничный, да? А розницы у нас нет Да, вот с точки зрения Да, с точки зрения работы с клиентами У вас банк корпоративный и инвестиционный, да? Да, именно Понятно А сколько человек работает в России? Около 1200 человек То есть смотрите В офисах Москвы в Санкт-Петербурге По меркам действительно крупных банков Это немного Ну, это обусловлено тем, что он не развивает розничное направление в России Вот А в связи с этим перейдем тогда к вопросу Вот корпоративной социальной ответственности Попытаемся понять Чего делает банк и зачем Вот Что он пытается с помощью этого, там, не знаю, сказать Там, сделать, там, да, решить Вот Вначале несколько слов нашим телезрителям А что это вообще такое корпоративная социальная ответственность? Корпоративная социальная ответственность Это концепция В соответствии с которой организации учитывают интересы общества И берут на себя ответственность за влияние своей деятельности На заказчиков, клиентов, потенциальных клиентов, сотрудников своих Акционеров, местные сообщества и другие стороны общественной жизни Причем это обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства Соблюдать законодательство Ну, это само собой Да, и предполагают, что организации Добровольно предпринимают дополнительные шаги По улучшению качества жизни своих сотрудников Членов их семей, местных сообществ и общества в целом Ну, это добровольная история Добровольная Да, абсолютно Очень интересно порассуждать Это самый главный вопрос Василий его любит Кому, собственно, КСО больше бонусов дает Обществу или компании? Ну, посмотрите, да Действительно, мы уже не первый раз эту тему обсуждаем Вот, с моей точки зрения, это на грани такой Вот, вы говорите, корпоративная социальная ответственность Все такое Может быть, это все-таки ближе к пиару, да? Компания для чего это делает? Вот, что, ну, есть ли какие-то Давайте конкретные примеры просто возьмем, да? Есть прямая реклама, когда компания говорит Вот, у меня есть товар, пожалуйста, он столько стоит Там, покупайте, он решит ваши какие-то проблемы И критерием успешности этой компании является, соответственно, выручка Выручка, да, которая приходит за счет продажи этого продукта Есть пиар, когда компания, это уже, ну, КСО тоже, с моей точки зрения, к этому имеет отношение Когда компания пытается каким-то образом наладить отношения с сообществами, не знаю, там, с акционерами, потребителями, местными жителями, правительствами, там, не знаю, чем угодно, да, экспертами, вот Деляясь там какими-то знаниями, там, что-то еще, создавая какие-то события И вот здесь уже, наверное, возможно протянуть какую-то ниточку там с КСО или нет? Василий, на самом деле, вы говорите об этапах развития бизнеса, если мы проследим по этапам за 19 века, когда был ресурсный этап, определилась успешность близостью к ресурсам Сейчас бизнес находится на этапе таком партнерском отношении, бизнес-сообщество Дело в том, что компании, они неразделимы от общества, они состоят из людей, да, это на самом деле часть общества И они должны обслуживать, и обслуживают на самом деле интересы именно людей, а не так называемой реальной экономики Ну, это одна из концепций Аналогичные, и это так и есть Поэтому чем стабильное общество будет, в котором существует компания, тем успешнее будет и сама компания Дмитрий, а сколько у вас клиентов? Вот об этом корпоративная социальная ответственность В России? Потому как банк существует в России очень давно, то любая компания и все крупные компании, когда-то для них мы что-то делали, предоставили какой-то продукт и услугу Поэтому с большой долей уверенности можно утверждать, что все они являются нашими клиентами Ну, или были, да Или были Ну, пусть, тоже ответ Смотрите, опять сворачиваем в сторону КСО Вот в вашем конкретном случае корпоративная социальная ответственность, она в каких конкретно действиях и проектах выражается? Мы реализуем свою деятельность в пяти сферах Ответственно подходя к бизнесу, мы определяем устойчивое развитие То есть первая сфера – это проекты по устойчивому развитию Направляя своим примером и показывая, предоставляя пример, это самый лучший способ повлечь в проекты корпоративной социальной ответственности всех стейкхолдеров Поэтому вторая сфера нашей корпоративной социальной ответственности – это корпоративное волонтерство Третья сфера проектов – это социальные инвестиции Четвертая сфера проектов – это поддержка музыки и искусства Тоже понятно И пятая сфера проектов – это поддержка образования Очень интересно, Дмитрий, давайте поговорим тогда сначала про музыку и искусство Ну, давайте, да Мы поддерживаем искусство и музыку по очень хорошей причине Мы считаем, что креативность, вдохновение, оно открывает умы для инновационных решений Что, в принципе, так необходимо в бизнесе Если мы говорим о поддержке искусства, речь идет о целой художественной программе, которая есть у Дочи Банка Столпом ее выступает коллекция Искусство Дочи Банка – это коллекция, прежде всего, современного искусства На сегодняшний день в ней около 60 тысяч работ Она считается одной из самых важных и больших корпоративных коллекций искусства в мире А где она собрана, эта коллекция? Где можно на нее посмотреть? У нее очень интересная концепция, которая звучит «Искусство на рабочем месте» Это предполагает, что произведения из коллекции не предназначены для хранения и экспонирования в выставочных павильонах в музеях А предназначены для экспонирования и хранения в офисах банка И действительно, в какой офис банка вы не зайдете по всему миру Вы видите, что в коридорах, в переговорных комнатах сотрудников, руководителей висят картины Это именно произведения из коллекции, там они выставляются и хранятся Послушайте, а что же тогда достается вашим клиентам, если это видят сотрудники и руководство, и общество помимо сотрудников? Второй принцип существования нашей художественной коллекции – это предоставление широкого доступа общественности к искусству Более 90% предмета из нашей коллекции открыты для доступа В наших больших офисах в Лондоне, во Франкворте, в США проводятся регулярные туры Скажем, раз или два, две недели по офисам, где все желающие могут ознакомиться с предметами этой коллекции В офисах поменьше, в том числе и в Москве, такие экскурсии проводятся по запросу То есть прямо вовнутрь пускаете? Прямо вовнутрь пускаете? К руководству в кабинеты Такие экскурсии провожу лично я, если, скажем, кто-то очень сильно захочет посмотреть Мне кажется, вы уже нашли двух человек, которые хотят посетить в мастер-классе На самом деле это более чем реально, действительно, такие экскурсии проводятся По запросу мне набирается группа, я провожу У нас два офиса есть Сейчас, 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 то есть наши телезрители сейчас могут зайти на сайт Дочи Банка Каким-то образом найти там эту форму, да, или просто найти в разделе, где там, ну Телезрители могут позвонить мне или написать мне По телефону Дочи Банка? Да, попросить со мной Попросить Дмитрия Агишева и записаться на экскурсию И записаться на экскурсию, абсолютно верно Ох, дорогие друзья, милости просим Да, ну и от имени Дмитрия Агишева Такого у нас еще не было В России у нас представлено около 200 работ Как произведения очень известных, знаменитых художников Со временем, таких как Илья Кабаков, Андрей Ройтер Так и, я считаю, нельзя сказать более интересных Но интересное направление – это художники, восходящие имена Молодые художники, которых, может быть, не все еще знают Дмитрий, тогда, чтобы вот совсем эту тему как бы уже сделать понятной Правильно я понимаю, что в российских офисах Выставляются картины российских авторов? Это не всегда так Третий принцип нашей коллекции – это глобализация То есть изначально, когда банк начал собирать коллекцию в 1870-х годах Конечно, упор делался на приобретение картин немецких мастеров Коллекция и принципы коллекции Ну это логично было, да И в течение последних нескольких лет фокуса на глобализацию Мы приобретаем работу художников из абсолютно всех стран мира и континентов Чаще всего об этом свидетельствует логика И это, кстати, просто удобнее делать Если речь идет о нашем офисе в России или в другой стране То в этот офис приобретаются, скорее всего, картины художников из этой страны Хотя это не обязательно так Например, недавно для нашего офиса в Санкт-Петербурге Мы из Франкфурта переслали картины немецких мастеров Понятно, смотрите, тема вообще интересная Здесь есть еще один пласт Но давайте мы поговорим во второй части нашей программы Потому что сейчас, дорогие друзья, небольшой перерыв Пару минут, оставайтесь с нами Дорогие друзья, снова здравствуйте В эфире программа «Бизнес и банки» Ее ведут Василий Богданов и Екатерина Волкова Еще раз здравствуйте, дорогие друзья В гостях у нас сегодня Дмитрий Агишев Руководитель департамента внешних связей, корпоративных отношений и маркетинга Группы Deutsche Bank в России Еще раз здравствуйте Здравствуйте Мы такие бодрые, потому что сейчас в течение двух минут Мы спорили, о чем нам говорить во второй части Дмитрий уговаривал, что говорит про КСО Мы говорим, нет, стой, подожди Надо проговорить про художественную программу Вот смотрите Значит, как минимум несколько пластов у нее Ну правда, передача у нас небольшая 26 минут, 13 осталось Давайте лучше о чем-то одном, но поподробнее Первое Значит, еще в давние времена Там, значит, вот Третьяковская галерея так и собрано Что меценаты, крупные промышленники, купцы Покупали картины Для чего они покупали картины? Не только для того, чтобы показывать Но для того, чтобы дать возможность художникам состояться Потому что не надо художнику давать денег Надо покупать его картины Да, тогда он будет их больше рисовать Там все такое, развиваться, учиться там и прочее Только через это, через продажу картин Он получает деньги для своего развития Значит, вы каким-то образом Вот как вы выбираете, чьи картины покупать? Уже признанных мастеров? Или вот здесь есть какая-то Тоже закладывается, ну, может быть, база Для того, чтобы помогать искусству в разных странах Где присутствует Доча Банк? Кстати, помогать художнику, молодым талантом Можно не только приобретая его картины Например, у Дочи Банка есть приз Лучшему художнику года Который мы выбираем по нашему мнению И победитель получает персональную выставку В художественной галерее Дочи Банка Это большая выставка Издается специальный каталог Дальше она путешествует по миру И в течение года мы всячески этого художника сопровождаем Кстати, вот этот приз, он не предполагает денег Более того, наличие произведений, работ художника в той или иной коллекции Точно так же повышает его собственную стоимость То есть помогать художнику можно просто открывая его имя Или предоставляют доступ к его произведению Как можно большему количеству людей Смотрите, вот вы в первой части сказали По-моему, около 60 миллионов 60 тысяч работ А финансов потрачено на корпоративную социальную ответственность? 80 миллионов евро А вот скажите Все-таки такой вопрос Ну, это большие деньги И можно много куда их направить Можно купить, не знаю, продуктовые наборы голодающим Можно, не знаю, отремонтировать дорогу Построить детские садики и куда угодно Вот вложение в искусство, с вашей точки зрения Это сколько людей охвачено потом этим? Да, вы говорили, что КСО это не пиар, это не реклама Тут ставятся другие цели Тем не менее, вы как-то оцениваете? Вот сколько сотрудников, не знаю, вот они посмотрели на эти картины Там у них как-то изменилась креативность Или скольким художникам помогли Или сколько людей побывали на выставке Или это вообще не важно, с вашей точки зрения? Ты хочешь понять, чем это меряется? Да, чем это меряется? Или ничем не меряется? Я могу с уверенностью сказать, что в эту программу встянут, наверное, все население земного шара Потому что наша художественная программа не ограничивается только лишь коллекция картин Дочи Банка У нас есть своя собственная галерея художественная Где мы проводим выставки не только наших художников Это в Германии или где? В Берлине Мы проводим партнерские программы С музеями по всему миру, в том числе и в Москве У нас здесь партнерские программы с гаражом и с мультимедиа-арт-музеем Кстати говоря, вот еще одна интересная программа Называется она «Арт-карточка» Это специальная карточка, которую производит Дочи Банк И предлагает своим клиентам и сотрудникам И по этой карточке ее владелец может бесплатно пройти в около 60 музеев современных искусств по всему миру Вот в Москве в этой программе участвуют два музея, два центра современного искусства У нас есть такие проекты, как, скажем, около 600 работ современных художников Из коллекции Дочи Банка находятся на постоянном хранении в музее Штадель во Франкфурте Мы издаем свой собственный журнал об искусстве, его электронную версию У нас существует специальный арт-календарь, который стал своего рода символом И много людей стремятся в получите Вы рассказываете то, что вы делаете У меня вопрос, все-таки он другой Вы как-то измеряете, как при этом меняется мир? Вот люди пришли, посмотрели, у кого-то вы купили, художник чего-то достиг То, что вы делаете, понятно, ну, вы же всякий похвал, молодцы, правда, это здорово Красиво выглядит и вообще-то хорошо, мало кто сейчас помогает искусству Но это самодостаточный факт, что вы сделали галерею, вы сделали выставку, вы купили столько-то картин Этого достаточно или все-таки там какой-то другой шаг Сколько людей посмотрело, сколько людей изменилось Что это вообще привнесло в наш мир дополнительно еще? Безусловно, в Deutsche Bank есть система по оценке эффективности благотворительных проектов, проектов КСО Если мы говорим об искусстве, можно посчитать, сколько человек посетили выставки, сколько календарей выпущено Но мне кажется, ваш вопрос не об этом Ваш вопрос о том, как измерить прекрасное И усилие Дочебанка, понесение этого прекрасного Мне кажется, это измерить невозможно Ну, тоже ответ, да Теперь про музыку Если успеем, немножко давайте Про музыкальную программу Один из самых интересных проектов в этой сфере Это поддержка Deutsche Bank Берлинской филармонии Которая осуществляется уже в течение нескольких лет Мы для них создали специальный цифровой концертный зал Снастив его самым современным оборудованием Deutsche Bank транслирует их концерты через свой сайт Кстати, происходит это по предварительной записи И даже в кинотеатре по всему миру Количество человек, которые подписываются на трансляции через наш сайт Оно растет год от года Вот это, кстати, хорошая тема А репертуар кто подбирает? Не знаю Это музыканты Это музыканты Это берлинская филармония Про искусство могу сказать, если вам интересно Нет, все правильно Банк не должен вмешиваться в выбор репертуара Банк обеспечил техническую возможность Не просто делать концерты, а транслировать их еще И тем самым любому человеку в любой точке земли Через компьютер как-то получить доступ к этому Ну это здорово, почему нет? Ну и безусловно у нас есть ряд проектов Совместной работы с оркестрами и концертными коллективами здесь в России А здесь кто принимает решения? Какие коллективы поддержать? Здесь уже российский офис принимает решения? Или это как-то на уровне штаб-квартиры? Как вообще в принципе принимаются решения? Ну большое число художников, большое число музыкальных коллективов Бесчисленные Конкурсы какие-то объявляются? Если мы говорим о арт-коллекции, то в нашем штате работают 8 искусствоведов Это искусствоведов, это искусствоведы довольно известные И для нас работают на принципах добровольчества еще 5 кураторов, которые являются руководителями крупнейших музеев современного искусства в мире Вот именно их коллегиальное решение определяет, какую работу приобрести в коллекцию Deutsche Bank И с музыкальными коллективами также аналогично? Как принимается решение, тут решение более сложное, потому что, скажем, наши руководители в Германии Или специалисты в Германии, они могут не знать специфику Эту специфику в какой-то определенной стране мира И тогда они будут, конечно, опираться на наши советы А разве искусство имеет вообще границы? Искусство безгранично С особенностями, конечно, да Да, но принцип выбора или принцип работы, конечно, отличает стране к стране То есть, смотрите, неожиданный поворот в передаче Можем ли мы сейчас тоже нашим телезрителям сказать, что, дорогие друзья, если вы какой-то художественный коллектив, музыкальный, то можно написать так же или позвонить Дмитрию Агишеву А он переправит вашу заявку группе экспертов, которые, возможно, как-то оценят Если мы говорим о художниках, то любой художник, и такие вещи случаются Может обратиться через сайт Дочи Банка и специальная форма обращения во Франкфурте И с такими заявками ведется работа Но лучше для художников принимать участие в выставках по всему миру и продаваться через галереи, в том числе в России Именно таким образом чаще всего отбираются работы в коллекцию Ну и хорошо, да Буквально несколько слов про образовательные проекты, потому что уже осталось три минуты, но мы чуть-чуть еще успеем затронуть Мы считаем, что наш успех, прежде всего, заключается в интеллектуальном потенциале людей Поэтому мы поддерживаем таланты во всех дисциплинах Здесь, в этой сфере, проекты тоже можно условно разбить на три группы Это проекты по предоставлению равных условий для получения образования всем людям Вне зависимости от их происхождения, вероисповедания, пола, возраста На самом деле, как это ни странно может показаться, вот эти проекты особенно актуальны, на первый взгляд, для благополучных, на первый взгляд, европейских стран А вторая группа проектов – это культурное образование Потому что мы считаем, что именно расширение культурного образования, культурного взгляда на вещи способствует расширению горизонта человека И опять-таки приводит к принятию инновационных решений И третья группа проектов – это проекты, которые подчеркивают или выявляют важные связи между академическими исследованиями и практическими действиями В качестве проектов можно привести наш приз «Экономисту года», который мы даем экономистам за самый лучший взгляд на работу В которых подчеркнута эта взаимосвязь между академическими исследованиями и практической работой То есть как академические исследования лучше все применить А вот вы говорили, что первый блок – это равный доступ, а как это реализуется? Программы могут быть абсолютно обширные Либо специальные организации инфраструктуры и программы по предоставлению условий для образования детям, которые живут в регионах Кстати, что очень характерно для Германии, или детям из неблагополучных семей Либо же программы по менторству Менторство, кстати, самый старый вид образования Есть такие специализированные организации, как, например, «Китсейф» или «Старшие братья, старшие сестры», которые ищут менторов для детей из неблагополучных семей И ваши сотрудники выступают волонтерами? Наши сотрудники выступают менторами Менторами? Я понял. На самом деле в 26 минут невозможно проговорить про МКСО Правда, здесь очень много, еще можно часами об этом говорить, и я бы с удовольствием расспросил все подробнее К сожалению, время нашей программы неуклонно подходит к концу Мы, наверное, со своей стороны пожелаем всевозможных успехов И, конечно, хотелось бы, чтобы больше таких проектов реализовывалось в России Потому что мы живем в России, в Удовщебанке есть большая история в России Чем больше будет, тем лучше Еще раз напомню телезрителям нашим, что по некоторым вопросам, ну, как минимум, на экскурсию можно сходить через нашего гостя Дмитрия Агишева Что бы вы хотели пожелать телезрителям в завершении программы? Я бы хотел пожелать телезрителям удачи, уверенности в тебе и вдохновения Спасибо Дорогие друзья, в эфире была программа «Бизнес и банки» В гостях у нас Дмитрий Агишев, а вели программу Василий Богданов и Екатерина Волкова До свидания Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok